В апреле этого года жители села Тинарка Меликевского района в один день остались без главной переправы. Мост серьёзно пострадал из-за паводковых вод. На особый контроль ситуацию взял глава региона Алексей Русских. Тогда было принято решение о строительстве новой переправы. Пока же в село люди добираются по объездной дороге. В населённом пункте проживает 257 человек. Для каждого мост очень важен. По нему ездит школьный автобус, доставляются продукты, ездят машины скорой. На данный момент на объекте находится 10 человек. Занимаемся мы армированием ростверка и распушёвкой свайки для дальнейшего монтажа, бетонирования и монтажа балок. Техникой на данном объекте работает погрузчик GCB. Далее монтаж балок и укладка асфальта. По слам рабочих всё идёт по графику. Переправы обещают открыть уже к 15 июля. Ремонтируют мост и в селе Красная река Строменского района. Положили гидроизоляцию, идёт подготовка к укладке асфальта. «Поток машин здесь приличный. И автобусы, и это ходят. И маршрутные, как бы сказать, там дальше деревья, большие кандалы, малые кандалы. Там соединяется эта трасса через Клинским районам. Ну, как бы сказать, дорога необходимая». На объекте работает и новая техника – мини-асфальтобетонный завод. Его производительность – 5 тонн асфальта в сутки. Главный плюс установки перед стационарным заводом – её мобильность. Готовое дорожное покрытие поступает сразу же на объект. «Подается щебень. На него, значит, щебень высыхает. Сушка идёт, значит, высыхает. Передаётся в камеру, где уже конкретно с битмоварки подаётся битум. И уже, как бы, получается готовый асфальт». МОЗ должны закончить к 31 июля. Дорожники отмечают с новой техникой. Работа пойдёт быстрее. Анна Тищенко, Уллправда ТВ.